Так, ну что, привет всем с канала Спирит Афган. Сегодня, ребята, как я обещал, хочу сделать обзор на разрушение по льду. В общем, не думал, что мое видео так круто взлетит. В общем, оно набрало уже на данный момент больше 300 тысяч просмотров. В общем, и все пишут, все хотят увидеть результат. В общем, и основной вопрос, почему не показал сразу результат, потому что на ютубе есть ограничение по времени для шортс. Оно составляет одну минуту, и как бы я ни хотел, я бы не всунул туда результат. Вот. И давайте вместе с вами сегодня разберем разрушение. Вы напишите свое мнение в комментариях по этому поводу. Вот. Здесь у нас дробь царапает. Она вообще минимальное. Проникновение. И вот остановимся на этом кадре. Он очень важен для нас. Почему? Потому что именно по этому кадру и про анализу видео с основной камеры при стрельбе. Я понял, где у нас, какой калибр был. И если проанализировать два видео, то 5.45 у нас получается идет это, это и это попадание. Как вы видите, вторым выстрелом мы пробили. В то время как 12-й калибр идет. Вот, вот и вот. И вы можете это пересмотреть. В принципе, видео будет доступно, но вот как есть. И что мы видим? Что 5.45 у нас идет, ну, идет большая проникающая способность. Но внешне, грубо говоря, ширина вот этого повреждения, что у 12-го калибра, что у 5.45 практически одинаковая. И на этом видео я даже путался сразу, а я перепутал. Я вот думал, что это 12-й калибр. Хотя на самом деле это 5.45. И многие писали в комментариях, что калибр этим нельзя сравнить. И на самом деле, если мы, как мы видим, повреждения очень похожи. И, допустим, ну, так вот сходу было сложно определить, где какое повреждение там, да? Вот. Вот такой вот результат. Понятно дело, дропа отличается. Она просто царапала, делала маленькие такие кратеры. Вот такой вот был результат, да? И что я хочу сказать по поводу этого видео. Ну, как бы многие писали, что нельзя сравнивать, но, блин, все-таки они очень похожи. Единственное, что 5.45, у него большая проникающая способность. И вторым выстрелом он даже пробил лед. По поводу льда. Было много мнений, что мы, типа, загрязняем природу. У нас в Белоруссии есть специальная зона для пристрелки. Мы можем там находиться круглогодично. И за 12 лет, сколько я туда езжу, Это в первый раз, когда был в январе паводок. Тир полностью затопило. Была глубина около метра. И потом вода начала постепенно уходить. А лед замерзать. И вот образовался лед толщиной примерно 10 сантиметров. 10-10 сантиметров. Также многие говорили про рикошет. Блин, ребята, я стреляю много. Рикошет есть всегда. Он всегда есть. Тир расположен таким образом, Что за ним нет никакого населенного пункта. Даже если он есть. Но могу сказать, я знаю, как выглядит рикошет. Его не было. Обычно рикошет, пуля свистит, улетает. Долго слышен ее свист, что она улетает. При одном выстреле этого не было. Заметьте, у меня охотничьи пули. Они мягкие. У 12-го калибра вообще скорость маленькая. И вся энергия, вся скорость была погашена, скорее всего, разрушая этот лед. 5-45, я думаю, он вообще фрагментировался, разрушилась пуля. Потому что это обычная свинцовая пуля. Правда, в стальной оболочке она отделяется. В принципе, свинец отделяется. Возможно, если это был, грубо говоря, какой-нибудь бронебойный или армейский патрон, то да. Был бы такой стрёмный кусок металла, который бы рикошетил от всего. Но здесь идет, скорее всего, разрушение и полное погашение энергии. Потому что рикошета не было слышно. Ну что, пишите свои мнения в комментариях. Мне очень интересно читать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! А для самых резких комментаторов с матом, чтобы вы знали, я вас представляю именно вот так. Это время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok